Слава Богу, братья и сестры, за это время особое, и я также хочу поздравить с этим праздником Благовещения. Пусть Бог благословит каждого из нас обратить внимание на эту благую весть, которая тогда прозвучала для Марии. Я хочу вместе с вами читать Слово Божие для нашего напоминания. Из первой главы Евангелия от Луки, также еще раз прочитаем с 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гаврил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, вошедший к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, «Что же это было за приветствие?» И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и назовешь ему имя Иисус. Он будет велик, и назовется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки. И царству его не будет конца». И с тридцать девятого стиха этой же главы. Вставши же Мария в те дни с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла мать Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». До этого места. Я хотел обратить внимание на это место и поразмышлять, по какой причине Бог обращает внимание на человека. Вот на такую тему. По какой причине Бог обращает внимание на человека? Здесь мы видим пример Марии, что Бог, Он особым образом выделил эту женщину, Он особым образом выделил ее, и через нее родился Христос. И каждый из нас, я думаю, особенно когда у нас есть какая-то проблема и трудность, мы хотим, Господь, обрати внимание на меня, обрати сейчас, вот именно сейчас мне особенно нужно, чтобы Ты обратил внимание на меня. Когда мы в нужде, в какой-то трудности, мы хотим, чтобы Господь, Он посмотрел на нас, обратил внимание и послал помощь. Здесь Мария, я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на нее. По какой причине Бог обратил свое внимание на нее тогда? Интересно, что говорит сама Мария. Хотя это слова были сказаны уже после того, как ангел явился Марии и сказал ей все слова, но я думаю, что эти слова, они характеризуют состояние Марии, какой она была. Прежде всего она говорит, и сказала Мария, 46 стих, «Величит душа моя Господа». «Величит душа моя Господа». Я думаю, прежде всего Бог обращает внимание на наши отношения к Нему. «Величит душа моя Господа». Другими словами, «Поклоняется моя душа Господа». Поклоняется. Это поклонение не всегда может быть видно снаружи. Это поклонение не всегда может быть какое-то такое, что вот заметят все люди. Но самое важное, что это поклонение замечает Бог. «Величит душа моя Господа». Я думаю, это состояние особым было образом выражено в жизни Марии. «Величит». То есть возвышает. То есть Бог для нее был чем-то очень важным. Я думаю, для нас важно также обратить внимание. Первая заповедь говорит, «Возлюби Бога всем сердцем, всей душой и крепостью». Так важно, чтобы никогда нам что-то нужно, но от Бога, но просто наше сердце было расположено, наше сердце искало Бога, наше сердце было настроено таким образом, чтобы прославлять Бога. не только тогда, когда Бог дает что-то нам, а действительно мы были благодарны Богу. Это особое было состояние, которое Слово Божие, оно говорит об этом, это было состояние Марии. Второе, на что обращает внимание Слово Божие, здесь говорит Мария, «Возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем». «Возрадовался Дух мой о Боге». То есть действительно эта радость была у Марии просто вот о том, что Бог, Бог, Он близко к ней, о том, что Бог, Он что-то особое сделал для нее. «Возрадовался Дух мой». То есть радость, я думаю, не только от того, что ей сказал Ангел, а просто здесь вот говорит Ангел, «Господь с тобою». Я думаю, что Мария, она переживала это, что Господь с нею был близко. И то, что Ангел ей сказал, это уже было проявление того, что Бог был близко рядом с нею. Я думаю, что каждый из нас, мы вспоминаем, когда Бог близко, когда Бог посещает нас, действительно мы радуемся. И эта радость, ее ничем не заменить, ее ничем не купишь, ни за что не купишь. И радость, вот это то, что действительно состояние христианина должно быть радостью. Состояние, которое определяет нашу внутренность, наше внутреннее состояние. Написано, «Нет мира нечестивым». Нечестивым нет мира. Когда человек лишается общения с Богом, никакими другими способами он эту радость не получит. Это невозможно. Но только когда человек имеет мир с Богом, имеет правильное отношение с Богом, будет состояние его сердца, его внутренности, будет радость. Радость. Радуемся ли мы сегодня о Боге? Радуемся. Если что-то лишает нас радости, надо обратить на это внимание. Радуемся ли мы сегодня? Есть причина тому, где мы теряем свою радость. Есть причина, что мы теряем близкие отношения с Богом. на что обращает внимание Слово Божье? Мария говорит, что презрел он на смирение рабы своей. на что особым образом обращает внимание Бог. Слово Божье говорит пророк Исаия говорит, а вот я на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного и на трепещущего пред словом Моим. И это особое состояние было в Марии. Смирение. И здесь видно, когда она сказала, «Да вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Действительно, смирение – такое важное качество, на которое Слово Божье обращает внимание, потому что на это качество обращает внимание сам Бог. Насколько человеку легко согласиться с тем Словом, которое говорит нам Писание? Насколько легко нам сегодня согласиться с Божьим Словом? Не просто вынуждено что-то делать, а вот внутри иметь это согласие. «Да, вот Слово Божье говорит мне, значит, я так поступлю». Смирение, оно выражается во многом. Насколько человек готов послушаться, покориться Слову Божьему? Насколько действительно это внутри в самом человеке, что его не надо особым каким-то образом обязывать, не нужно от него требовать, да вот ты должен. Это внутри в человеке, внутри в нем желание. Если Бог говорит, «Я сделаю». Вот так говорит Божье Слово, «Я сделаю это». На что обращает внимание еще Слово Божье? Елизавета, она говорит такую характеристику Марии, «блаженно уверовавшая». Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. написано, что без веры угодить Богу невозможно. Без веры угодить Богу невозможно. Как много раз Иисус Христос обращал внимание на веру человека. Говорит, «Как у вас нет веры?» «Маловерные», он говорил ученикам своим. «Или не мог что-то сделать по неверию их». Но здесь в Марии, говорится, такая характеристика, «блаженно уверовавшая». И так важно, действительно, Бог смотрит на нашу веру сегодня. Насколько мы действительно верим в Него. Верим в Божье Слово. Насколько мы действительно основанием нашей жизни есть вера в Бога. Насколько вот это важно. Написано, «Богу угодить невозможно без веры, ибо приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает». То есть, за тем, что мы поступаем по Слову Божьему, стоит наша вера. То есть, я верю, что вот это Писание, оно действительно сказано Богом. И если я так живу, я угождаю Богу, и это особым образом строит мои отношения с Богом. Пусть Бог поможет нам сегодня обратить внимание на это место, на этот праздник, на это обстоятельство в жизни Марии. Это благая весть, она была сказана Марии. Бог, Он особое внимание обратил на нее, но Он обратил на нее по каким-то своим особым критериям, и мы об этом поговорили. Бог посмотрел, действительно, насколько Мария, она поклоняется Ему. Она искала, написано, «Величит душа моя Господа». Насколько мы сегодня ищем, насколько мы поклоняемся не только в храме, но насколько мы... Вот есть у нас желание прославить Бога, когда мы идем вне собрания. «Возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Радуется ли наш дух о Слове Божьем, когда мы читаем Слово Божие? Радуется ли наш дух, когда мы молимся, или нам нужно себя заставлять каким-то образом? Радуемся ли мы, когда идем в Дом Божий? Давид говорит, «Возрадовался я, когда мне сказали, идем в Дом Божий». Радость, смирение. Насколько мы смиряемся перед Словом Божиим сегодня и насколько мы верим Богу. Пусть Господь поможет обратить внимание на это место Писания и с тем, чтобы действительно посмотреть, по какой причине может Бог обращать внимание на меня или не обращает, или действительно Бог от меня чего-то ждет сегодня. Пусть Бог благосовит каждого из нас. Ему да будет слава. Аминь. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ